добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сангейтс начинает свою программу сегодня понедельник первый день рабочей недели и девятнадцатое число сентября месяца 2016 года пользуясь случаем хочу поздравить свою жену с днем рождения рита с днем рождения у нас сегодня как всегда в этот час в этот день гость студии и это профессиональный астролог андрей бухарина руководитель астрологической школы андрей добрый день добрый здравствуйте майкл здравствуйте уважаемые радиослушатели я присоединяюсь майкл с наилучшим пожеланиям к супруге где такое выраженное получается да она мне вчера заявила о том что ты знаешь о том что ты уже не дева талимеевская астрология которая там началась там какой-то определенной две с полу тысячи лет тому назад уже так сказать потому что при цессе вот по той самой восточной системе все знаки сменились уже на 20 то есть 24 градуса уже разница и на 24 дня то есть получается те кто родились скажем в знаке деви после там ну какого-то определен 20 скажем 4 25 августа они уже не девы они во льве находится то есть она-то еще находится в деве если отнять 24 дня сегодня от сегодняшнего дня а я родился 30 числа то есть я уже нахожусь как бы во льве я хотел бы если можно как комментарии свои комментарии конечно во первых это сидерическая система есть два зодиака сидерической и тропической отчета тропический он отсчитывается от весеннего равноденствия и кстати у меня есть исследование куда проекция попадает так вот если рассматривать землю земной шар с центром северный полюс там очень красиво по меридианам которые сейчас там нулевой меридиан на гримич как бы проголосовали ученые а он соответствует одному из первых градусов угловых знаков которые проекция попадает на землю той системе индийской но скажем так астрологической традиции я в курсе но это скажем так там тоже не все так однозначно и есть если в тропической системе при западной системе знаков зодиака все четко ясно и научно можно проверить вот солнце равноденствия сегодня причем даже яйцо в это время куриное яйцо сырое вертикально стоит и падает у меня даже есть фотографии где дома это все их там выстраивал и фотографировал и масса людей это проект могут проверить это бывает только один раз в году кстати такая одинаковое время хотя можно проверить на осеннем равноденствия еще я просто проверял так на весеннем она индийской традиции там сколько школ только и разночтение это называется различие она ямсы либо на ямс разница и в 24 градуса это идет если система до . . . лохири то есть там разные есть они отчет первый знак зодиака то есть несколько есть вариантов что одни от одной звезды неподвижных другие говорят что она погасла а третье там порядка насколько мне известно около шести есть точек отчета но в среднем как бы принято общепризнанная этого хири и она соответствует 24 градуса да но я лично мое мнение я не противопоставляю эти две астрологические традиции я наоборот их как бы не вижу да вот как по аналогии как дома и знаки вот если знаки это больше вот и восточной традиции то есть больше там внутреннего прошлого психологического то западной традиции более внешнего наружного и событийного то есть сейчас калиюга темной силе разделили единое знание на фрагменты и и эти фрагменты между собой еще сталкиваются знаете как по аналогии разделяя властвуй есть же такая стратегия разрушения демонических сил вот поэтому здесь не вижу таких противоречий я по прежнему в деве сомнительно да почему нет разной системе можно рассчитывать и она не будет иметь противоречий скажем она каждый будет это как если вот вершина альпинизм например вот вершина даже неправильно сказать даже такой аналогию как посчитать некий предмет одни его рост измеряют а другие его вес и кто из них прав это так как сегодня в калиюгу воспринимается информация дорогие друзья все-таки хочу сделать некоторые экскурс о том что в общем-то радиостанция не несет никакой ответственность за мнение гостей в эфире не всегда согласны с их мнением в данном случае я отдаю должное так сказать снимаю шляпу перед астрологом древе бухариным поскольку да поскольку это тот человек который ищущий и который не отвергает восточные традиции где говорится совсем о другой как бы системе и все по-другому как бы рассчитывается мы все-таки будем говорить о прогнозах да правильно андрей на глобальные прогнозы по развитию скажем прогноз по деньгам в принципе прогноз поди ну конечно сегодня весь мир мотивирован двумя вещами это власть и это деньги вот если мы начнем с гун то есть это в общем то некая такая прям была моя скажем папа в плане эволюции человека ну всем известно что вот воплощаясь на землю в физических телах то есть мы здесь проходим обучение обретаем эволюционный опыт я вообще воспринимаю землю как школу вот говорят школа жизни вот она и есть земля и кто-то здесь раньше воплотился кто-то позже вот по этой аналогии можно воспринимать как школу идут ученики то есть сегодня те что ученики пошли десять лет назад в первый класс сейчас они учатся в десятом классе да и то есть они уже обрели за это время больше знаний и на те которые пошли позже также здесь души которые рождены из единой вот праматери которая пророждает всех нас то есть она получается что те души которые первыми ну как бы было так как семье там старший ребенок средний младший они первыми обретают опыт и и больше этого опыта имеют поэтому они более ну опытные больше познали каких-то допустили ошибок да как пушкин говорил опыт что это такое то сын ошибок трудных то есть про по сути опытный человек это страдалец который выстрадал теперь вот он уже ориентируется в пространстве то есть тот человек который научился на своих ошибках как это не звучит печально но это так и хотя много не есть скажем такая точка зрения что на ошибках учатся дураки но эти люди отнюдь нельзя их назвать что они сами своих ошибок не допускают причем стратегических каких-то ошибок надо да 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 и я бы охарактеризовал что вот ну как я вижу что чем больше душа скажем прошло страдание тем больше она обрела жизненный опыт и по мере обретения жизненного опыта душа скажем так поднимается по алиархическим ступеням классом обучения вот ведическом мировоззрении правильно майкл как вначале сказал есть ступени эти ступени называются гонами скажем три основных таких уровня образования вот душа молодая пришла которая в прошлой жизни была коровой кстати почему в индии корова священное животное у любого индуса спроси ну большинство они это не могут ответить но здесь следует вспомнить что эволюция души происходит от минерала там ну дальше идет божественным каким-то сверх там человеком даже не человеком а каким-то вот разуплотненным таким духом то есть она первая ступень это минерал вторая потом царство это растений проходит все вот растительные поэтому получается все что кругом друга любая трава дуванчик в нем душа которая через миллионы лет получит тело человека почему духовный человек понимает что это не просто такое неживое что-то там и она это просто такая форма жизни начальная форма жизни дальше следующий класс обучения это животный мир вот в животном мире как раз последняя цепочка это корова и вот сохранилась скажем такое знание ну скажем что надо почитать корова почему не помню более того я прошу прощения перебью вас более того ну если заглянуть в священные писания древние писания физические то коровы это не земные животные вообще так говоря есть упоминание о том что коровы были на землю это дар богов это речь идет действительно о молоке и молоко очищает тонкие ткани головного мозга то есть дает человеку разум но как мы знаем в калиюгу никому не надо быть разумными майкл хочу добавить по сути корова это вторая мать наша которая нас также с детства мы скармливаемся молочными смесями вот и поэтому когда душа уже обрела полный опыт животного мира она скажем так ей дают тело человека скажем в нем это как знаете как права автомобилиста сначала ты там катаешься на самокате потом на велосипеде на мопеде на так далее более сложный какой-то транспорт то есть водитель еще аналогию сделать это душа а тело это транспортное средство и вот когда он приходит здесь вот как раз пошли вот эти когда помните эти шудры там вайшнавы кшатри да как они вайши а вайши да ну я просто по этой традиции еще шрилы прабхупады вайшнавская традиция суть в том что по славянской этого смерды по причине того что они не умеют ничего они до этого были в теле животных только обрели опыт а здесь надо допустим гигиеной какой-то заниматься там что-то ну так как человек не умеет управлять своим телом то она ну как бы вот там какие-то сбои давала и им надо было учиться у каких-то мастеров там просто смотреть как помощниками грубо говоря вот кузнец мастер а это такой амбал который в воздухе мог нагонял там всю жизнь качал качал ну может в процессе жизни как-то постигал это кузнечное дело ну не буду затягивать постараюсь кратко в общем эти три гуны они им соответствуют цвета разные мотивы кстати поведение какие вот невежество мотив глупость то есть просто отсутствие знания то есть когда человек ну просто он не знает и вот глупости делает какие-то гуне страсти мотив эгоизм то есть он уже знает но эго перевешивает и он мне и побольше а гуне благости мотив гармония когда трансцендентальное скажем отношение и вот если мы подходим к деньгам кстати почему тема денег луна то в тельце по тропической сейчас системе вот им это как бы психологически зрители настроены мы все как бы управляем этими излучениями сверху волновой таким механизмом волновой механикой и в общем в этой теме как раз мы не будем выпадать из резонанса поэтому была скажем так тема мною предложены так вот деньги добро это или зло вот если мы здесь рассмотрим из трех мотивов поведения глупость эгоизм и гармония то мы поймем что деньги во первых на мой взгляд они возникли из-за выгоды то есть человек некий допустим произвел товар он хочет извлечь выгоду как бы его обменять с доходом с каким-то с прибылью и так далее эквивалент какой-то этому товару начал придумать накапливать этот эквивалент и природа выгоды это чрезмерное накопление материальных ресурсов любой выгоды а мотивом чрезмерного накопления материальной энергии является человеческий эгоизм и вот в настоящее время то есть мы уже понимаем в какое время мы живем невежество страсти или благости то есть понятно что по этой системе это гуна страсти и человек то есть если а так как мы необратимо эволюционируем то есть человечество в любом случае потому что миссия творца заключается в том как любого родителя по своим детям воспитание и и как вот любой малыш сначала он извиняюсь ходит под себя и ему прощается это но извините когда ему станет 20 лет если он будет все равно ходить под себя это уже будет ненормально или еще не какой-то грудничок там все посмеялись и так далее и поэтому здесь по этой аналогии что есть по мере взрастания да как бы ну требования определенные даются спрашивается нас по-своему и так как рано или поздно то есть мы получим высшее образование по аналогии то есть мы начнем обходить то есть грубо говоря нормально управлять своим телом обучение пройдем в школе там в институте пойдем на какую-то работу там творческую реализацию будем свою как-то миру являть то неотвратимо мы все человечество рано или поздно вольется в брахмаджиоте да в это святение как бы свет божественный и то есть в гуне благости а в гуне благости нету мотива поведения эгоизм там мотив поведения гармония а значит по логике по этой то есть у денег нет будущего то есть деньги это на определенном этапе развития человечества именно этап страсти то есть когда невежестве были тоже не было денег потому что были ну тупые грубо говоря не могли придумать их стали поумнее придумали но мотив эгоизма то есть как бы а когда станут разумными то есть когда свет ум то есть просветленный ум тогда человечество как я понимаю откажется от этого добровольно и кстати любопытный феномен вот если брать там Карл Маркс Фридрих Энгель все эти дела писали то есть они ну искаженные через сферу эгоизма и так далее но в принципе суть опыта социалистического скажем такого в двадцатом веке социалистического коммунистического опыта в том числе в подготовке человечества к отказу от денег потому что деньги если эгоизм дальше вот мы говорили власть еще есть деньги как власть используют и те силы которые имитируют деньги они не хотят отказываться от них потому что у них чувство у них мотив эгоизм они хотят себе подчинять некие другие коллективы и через деньги управлять и я так понимаю в эре водолея то есть просветленного человечества будет жить без денег потому что будет всякий заниматься своим любимым делом вот даже сейчас взять вот майкл вот чем мы занимаемся все на земле мы пашем чтобы на хлеб насущный заработать хорошо вот тебе миллион там десять сто миллионов долларов условно говоря ты будешь дальше пахать на день нет а что ты будешь делать ну допустим а я буду заниматься к чему душа лежит так а зачем тогда это там почти всю жизнь убить и здоровье свое растратить а если сразу человек родился и дать ему не надо тебе пахать на хлеб насущный твори потому что все равно человек он не может не работать он хочет творить и заниматься любимым делом это лучший мотив будет не выгода а именно реализация творческая и и когда особенно новое поколение родиться которое с детства будет воспитываться в этом которое даже не будет примеров выгоды иметь вот тогда ну скажем так человечество полностью перейдет к чему я хочу дальше сказать что деньги они имеют как я выявил пять уровней развития своего то есть временном характере очень давно был носитель металл физический формат вне физического тела скажем так второй уровень это довольно давно уже перешли на бумагу недавно пластиковые ассигнации уже сейчас в пластике чип то есть пластиковые карточки и уже скоро хотят имплантировать в тело этот чип что к сожалению потому что нас их ожидает счастье прожить период вот ухода старого мирового порядка а его как бы последняя фаза это электронные деньги будут потому что деньги как способ управления вы вначале говорили про власть вот именно это обретение власти через скажем скрытое такое потому что если вообще вот деньги убрать да вот как бы ну идеально общество придумать без денег то есть каждый живет вот хочу пою хочу строить дом хочу вот к сердце лежит мне допустим там астрологии заниматься но не надо то есть именно не по причине извлечения прибыли а по причине творческой самореализации и раскрытия своего творческого таланта и человек всегда большей высоты достигнет когда он будет заниматься любимым делом чем он будет по принуждению заниматься нелюбимой работой там жить с нелюбимым человеком и так далее то есть вот я к чему хочу сказать что по мере выхода человека то есть благости когда мотив эгоизм уже не мотив поведения у человечества человек хотим не хотим а человечеству деньги просто будут не нужны но не нужны все быть даже а вор украдет так вор если украдет это что у него мотив у него мотив эгоизм мне все больше все умеет побольше но вот сейчас те события какие идут в мире разрушение старого порядка они как раз и скажем производят к сожалению зачистку или к счастью как это сказать тех душ которые по уровню своего развития не готовы войти в это общество и вот они вовлекаются всякими политическими разногласиями там на войны всякие идут и вы так же как например по аналогии выпускной в школе вот аттестат о среднем образовании кто может сдать выпускной экзамен только учащиеся последнего класса ни первый ни второй ни третий ни четвертый класс не сдадут потому что они еще молоды они еще не обрели того опыта они не проучились вот по аналогии также в жизни также есть вот такие уровни причем это все пирамидально как я вижу и верхний класс всегда в меньшинстве кто вверху их мало но они более скажем образованные разумные чем ниже уровень тем количественно душ больше будущее за этими электронными деньгами перейдем ли мы или вообще отменят эти деньги ну не знаю поживем увидим скажите есть ли у вас это я сейчас уже к вам обращаюсь как астрологу есть какие-то прогнозы по этому поводу на ближайшее время на более длительное время что там произойдет я понял я вот изучаю гороскопы своих клиентов которые как раз имеют отношение к обмену валют там и так далее у всех очень отмечен февраль-март 2017 года как кризисный год это кризис там идет а вот именно что законодательно вот какие-то изменения начинаются где-то вот апрель-май семнадцатого года то есть в результате кризиса начала года какие-то будут ну скажем таки принудительные на государственном уровне какие-то видно решения приниматься кроме этого я хотел бы сказать что вот как бы вывод то есть продолжить к чему это я все подводил там первые полчаса нашего нашей беседы по поводу денег дело в том что мы все сейчас проходим опыт вот в это время и опыт умения управления деньгами то есть деньги это как энергия то есть здесь надо любому из нас научиться управлять этими деньгами то есть за затраченный труд адекватно его оценивать и и недооценивать и не переоценивать а лишнее будет забираться то есть отнимается разными способами между прочим знаете корней да вот это же известный богатый человек в америке насколько я помню там он на металлургии разбогател и он выступал выступая когда ездил выступал по институтам американским он не брал ни одной копейки за выступление например если мы знаете что например та же у вас там дама из Хилари Клинтон которая ездит и насколько я помню тысяч двести пятьдесят ей платят за одно выступление то есть он не брал то есть деньги мог брать приличные скажем так четыре выступления миллион долларов по нынешним деньгам а он говорит вы знаете говорит если так я дословно говорю что он говорит я увидел связь между вот той энергией что я отдаю бесплатно студентам она энергия никуда не пропадает мне потом чудесным образом приходит допустим какой-то супервыгодный контракт там супервыгодное предложение по открытию новометаллургического завода который я даже представить не мог что оно там можно его что-то где-то открыть поэтому кстати и выигрыши идут в лотерею не просто так это воздаяние за отданную какую-то в массы энергию то есть один из подсказка хотите выиграть лотерею например отдайте что-то социуму массово какие-то эти нужны причем не просто причем деньги надо чтобы приходили от людей с благодарностью вот эти все ворованные деньги либо которые там выжили это все потом скажем так онкологии всевозможные от этого возникают деньги это энергия и если мы говорим уже о деньгах и об энергии то в общем-то существует универсальный закон чем больше мы даем тем больше мы получаем по поводу электронных денег ну как бы чтобы закончить эту тему то есть оно этот урок земляне будут проходить но это не значит что этот скажем проект у тех кто это будет делать он будет постоянным успешно постоянным он как раз и будет как я понимаю когда будет эра водолея будет входить а символ водолея это два кувшина с живой мертвой водой то есть то человечество которое будет иметь мотив эгоизма в любом там стадии развития они будут резонировать с деньгами то есть они не смогут отказаться от этого то есть они поставят себе чип то человечество которое гуне благости принадлежит то есть нужно по уровню своего духовного развития и мотив у них не только мой аул моя вселенная да вся мать земля это мой дом и так далее и они не будут ставить себе чипы и здесь как раз вот разделение общества будет на живую и мертвую воду на плевела и зерна то есть это кризис серьезный это разделение вот такое добра и зла если можно это высказать понимаете то есть но это неотвратимо причем старая ментальная старая вот это способ управления будет называть этих людей которые не будут чипы ставить всякими плохими скажем так словами да то есть что они допустим за взятки они за все там а здесь мотив то как раз не в этом мотив как раз вообще без денег то есть никакие взятки если денег вообще нет например по поводу сколько денег человеку надо сколько надо заработать по жизни я могу рассказать о своем опыте свое время когда например зарплаты были в москве долларов двести в месяц я начитавшись таких умных книг карнеги и прочих стал медитировать на десять тысяч долларов думаю ну у меня то десять тысяч долларов должно быть как бы я представил что они у меня есть в месяц ну просто единомоментно хотя бы вот просто пачка денег в кармане это я медитирую где-то через месяц у меня ситуация совершенно фантастическая ну не буду рассказать ну такая что логически ее просто я представить не мог у меня появилось ну не десять тысяч а тысячу двести долларов и я хочу сказать что в первую ночь я спустил четыреста я там ездил по москве по всем этих как бы гуляют все во все во все тяжко ну тогда еще скажем эти сто долларов это были деньги в девяностые годы понимаете то есть это если двести в месяц зарабатывали в ночь четыреста то это я к чему говорю это к тому что одно дело сколько человек желает а другое дело сколько он может этой энергией удержать потому что те 1200 долларов тогда они были для меня как горячие угли я не знал куда их деть они мне руки жгли я не мог там купил пейджер помню там и так далее в общем это еще вопрос о том что выиграет человек миллион там долларов да он это энергия это деньги вот такие крупные деньги они описываются планетой Плутон кстати не Венеры а Плутон это планета стресса или человек грубо говоря попал в какую-то критическую ситуацию там опасность для жизни он переживает стресс или вот он выиграл 100 миллионов и он боится на улицу выйти потому что он думает что каждый следит за ним и думает что он попробуйте а знаете как узнать какая сумма денег вам нужна а такая с которой вы спокойно ночью пройдете и не будете оглядываться и никто за вами не следит или нет ну смотря по какому району ходить да хоть по какому вот вы даже будете идти там неважно по самому безопасному просто понимаете уже начинается как бы человек становится он неадекватно начинает вести себя ну представьте миллион долларов это мешок мешок денег вот реально вот эта сумма заметная например да если наличными там вести вот допустим там 100 рублей там или 100 долларов в кармане а спокойно идут там даже там ну есть нету и забыл даже что они есть тысяча нормально 10 тысяч уже каждый раз так не потерял ли не украли тут и на месте а 100 тысяч а миллион так с миллионом я говорю на улицу боится выйти потому что он так же здесь что это кстати почему-то кстати вот я тогда стал задумываться именно с того урока когда у меня были вот эти уроки такие жизненные я задумался почему мне не дали 10 тысяч долларов дали всего 1200 небеса а потому что если бы дали бы 10 тысяч я может совершил бы какое-нибудь преступление не дай бог вы понимаете то есть это такая энергия которая сносит ну адекватное скажем так ну на человек то есть становится ненормальным это действительно это не просто деньги меняют у меня были партнеры по бизнесу которые жили в скромной семье пролетарской такой советской и когда у него там появились 700 долларов первые там или там тысячи он менялся на глазах из него вот это все темное вот там нос задирал там выше крыши мне и смех и грех было а это это энергия не каждый может управлять он это пока мы не готовы эту энергию скажем спокойно относиться как грубо говоря там к 100 долларов то есть лежат они на столе да и лежат и не смотришь на них то есть вот так же допустим к миллиону тогда будет и миллион 100 миллионов сколько угодно пока человек вместит это кстати трейдеры это есть такой еще психология в трейдерстве когда трейдер торгует одним депозитом ну скажем там 10 тысяч 5 тысяч долларов и вдруг ему дать депозит там 100 тысяч или миллион они они не могут торговать по идее что ты боишься ты те же делай шаги а вот у него все у него там коллапс наступает он не я не могу все я там нервничаю у него там груз ответственности идет и все сложно жить с этим это совершенно верно это сложно да Андрей у меня к вам вот такое предложение у нас время неумолимо движется к завершению да давайте мы от плутона перейдем к нептуну потому что это более актуально ну нептун это планета либо заблуждение иллюзии то есть в худшем значении ну когда негативно аспектируется она либо он либо раскрытие тайн и вот сейчас настоящий момент вот луна делает сходящийся аспект секстиль к нептуну смотрите луна в тельце сходящийся с секстиль это благоприятный аспект к нептуну раскрытие тайн с темой тельца денег материальной потому что телец это не только деньги это как раз биологическая наша энергия это ресурс материальным благодаря которому функционирует живет материальном мире наше тело ну один из них это деньги другой это в принципе биоэнергетика как таковая это на самом деле первая чакра и это прямая связь с землей да это корневая это руд чакры и вот здесь и поэтому видите наша передача сегодня она как раз в резонанс космическими вибрациями идет и она это говорит о том что почему передачи ну скажем так интересны потому что мы используя астрологию знаем что ожидает слушатель сейчас потому что он предрасположен луна в тельце то есть луна это эмоции телец это стабильность фундаментальность материальная тема то есть он сейчас не любит каких-то экстравагантные какие-то много то есть нематериальных разговоров а нептун он как раз говорит о раскрытии тайн связанных вот там с мотивами управления оказывается для чего же деньги были придуманы понятно официальная версия там что их придумали эти финикейцы там и так далее это во первых это в кали-югу еще доказать надо что это они придумали это во первых а во вторых на реальный мотив это именно в гуне страсти это выгода а выгода это она идет от эгоизма вот и как человечество избавиться от эгоизма оно пройдет этап обучение управления вот такой вот материально финансовой сферы вот так вот поэтому сегодня такая вот у нас беседа прошла я еще кстати подготовил по евро-доллару графики ну как бы такие экспресс прогноз который мы прошлую передачу немножко там заговорились не успели а кстати он там оправдался или нет я честно говоря даже не проконтролирую я вам могу сказать евро очень серьезно полетела вниз очень серьезно то есть это был временный подъем да вот то что я называю в маленьких циклах внутри большого цикла оно полетело вниз и очень серьезно и британский фунт полетел вниз поэтому те люди которые скажем желают провести время в европе самое время а да сейчас идут ну тем не менее тем не менее если мы рассматриваем гороскопы ЕЦБ вот на эту неделю это европейский центральный банк да 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 европейский центральный банк ну по ЕЦБ таких значимых объяснений этих неудач здесь я не вижу на эту неделю а по ФРС опять скажу что до 23 числа формируется негативный аспект это расшифруйте я не знаю ну в конце недели вероятность снижения ну скажу так ФРС это что федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки негативный переворот какой-то для роста ну по доллару я что хочу сказать снижение доллара вы хотите сказать ну давайте так вот стратегически вот я уже много раз не один год рассказывал что стратегически все валюты которые дороже доллара они идут на снижение вот я кстати недавно прослушивал нашу передачу которая была до Brexit и мы отвечая на вопрос а тогда какой будет ну подтекст был такой что ожидать от фунта а ожидания от фунта были следующие что любые изменения фунт дороже доллара долл подороже значит он стратегически будет падать то есть любое политическое решение будет идти к тому чтобы вот когда подойти к единой наднациональной валюте основные валюты станут ну чтобы выгод как бы обмен был это кстати косвенный показатель когда это будет когда они станут с долларом ну скажем один к одному вот евро сейчас пусть немножко но дороже доллара поэтому его будут стратегии то есть значит здесь получается что на негативных показателях когда есть астрологический показатель что евро будет падать оно падает очень сильно потому что вектор снижения а когда показатель что оно укрепляется либо флэк либо незначительное усиление скажем такой отскок идет но стратегически евро приравняют к доллару один к одному вот мой прогноз такой в перспективе ну может там годичный может там такой вот полугодичный но тем не менее тренд и также фунт стерлингов он тоже идет на снижение он не будет укрепляться потому что чтобы перевести ну я уже объяснял почему он не будет вот по этой причине плохие показатели так я сейчас сейчас как раз этого евро смотрю но евро полетел вниз когда вот он полетел шестнадцатого числа с двенадцатого числа до четверг до пятнадцатого числа евро рос это правда то есть ничего все чтобы а в пятницу коррекция произошла ну такая довольно в принципе неделю он рос сейчас показатель но в принципе если вот мы смотрим уже с момента глобального упадка где-то вот с января две тысячи пятнадцатого года боков боковик идет то есть скажем так он стратегически не падает сильно и стратегически не растет сильно но я имею ввиду чтобы там на порядок было ну если вот сравнить например евро был в мае четырнадцатого года один тридцать семь то уже в конце четырнадцатого года он уже стал один шестнадцать вот вот о каких падениях речь идет у меня диапазин у меня я где этот я готов кстати скриншот показать вот давайте сейчас после передачи я объясню что я вот объясняю потому что мы разными категориями общаемся потому что майкл смотрит скажем интродэй торгует а я смотрю в пределах сейчас последних двух лет скажем так график где где два года скажем там вот такое идет падение а потом как бы относительно прямая такая нет это я понимаю у меня графики на разных временных промежутках ну хорошо давайте если брать евро если брать евро начиная с двадцать третьего июня две тысячи шнадцатого года когда он имел 1.09 то сейчас даже имея 1.11 евро растет то есть по факту стратегия слабо такой но рост идет евро то есть нельзя сказать что евро сейчас еще ниже чем 1.09 нет ниже 1.09 не было оно шло вот высоты были 1.11 1.12 1.13 и постепенно то есть он идет два шага вперед один назад два шага вперед один назад поэтому что я хочу сказать на следующей неделе на следующей неделе видимых таких негативных показателей гороскопу ЕЦБ я не обнаружил а видимые показатели гороскопу ФРС есть и они отрицательные поэтому исходя и отрицательные как раз кульминирует 25 числа то есть это на выходных 25 сентября поэтому вторая половина этой недели а там какой-то важный репорт выходит могу сказать что он будет ну косвенно можем сделать вывод что для доллара отрицательный какой-то потому что доллар я заметил очень часто в день затмения выстреливает и вот сейчас опять в день затмения 16 числа он выстрелил и укрепился это кстати вот такая особенность доллара что почему потому что в этот день происходит какая-то нестабильность в мире и все бегут в доллар вот это закономерность посмотрите с 2008 года когда с 1 августа 2008 года начался там мировой кризис с падения всех этих вот валют кроме доллара вот прямо вот день затмения вот там хорошо хорошо андрей спасибо большое ну я полагаю так что в основная группа наших радиослушателей телезрителей все таки их интересует больше что происходит в мире давайте мы вот становимся немножко на этом и нашу программу мы тогда уже на сегодня будем считать закрытым ну а мы с вами потом побеседуем и если надо будет я потом для тех кто желает и даст такие скажем там запросы я помещу вот то что Андрей нам мне потом расскажет графики если кому-то надо я могу прямо сейчас в чате вот сбросить я скриншот сделал о чем я речь вел ну давайте мы все-таки после эфира давайте мы что нас ожидает скажем следующая неделя у нас до конца остался один месяц Меркурий уже слава богу он уже останавливается он разворачивается я хочу сказать что жизнь налаживается то есть в принципе сейчас закончился месяц этих затмений особенно вот был тяжелый от многих кто с кем общался именно конец августа когда вот убывающая вот перед тот перед солнечным затмением там еще формировался на небесах солнце в квадрате к Сатурну то есть такой запрет на новые начинания и новые начинания если были как правило они такие неудачные вот то сейчас жизнь налаживается дорогие радиослушатели солнце соединяется и это радует а и это радует и это очень радует то есть идет юпитер планета оптимизма планета экспансии расширения радости смеха и поэтому пришло время то есть закончился там сатурнеанский период когда надо было как говорится после молитва то есть такие периоды внутренней одиночной работы а сейчас время подходит успешных активных действий поэтому готовьте скажем свои силы и когда Меркурий сейчас 22 сентября развернется он развернется с утра это 8.31 по-московски то есть по гримичу в 5.30 пол шестого утра разворачивается ну в принципе я уже заметил уже за сутки как правило уже чувствуется энергетика что все отпускает уже вот уже все уже начинается причем в этот же день солнышко переходит весы то есть начинается период такой партнерских отношений подчеркнуть налаживание партнерских отношений очень хорошая неделя вообще эта неделя сама по себе она довольно позитивная на этой неделе Меркурий делает шикарные аспекты с плутоном два раза то есть в ретрофазе в директной то есть хорошо проводить переговоры буквально вот мы кстати а мы чего сейчас общаемся вот он сейчас в орбисе уже в Меркурии делает тринг плутону важная информация о крупных финансах потому что плутон это корпоративные финансы это вообще большие деньги то есть это управитель скорпиона и да и сегодня Венера 60 градусов к Марсу то есть тоже Дима такая телескорпион как бы она пронизана а вот вы мне дали неблагоприятный прогноз на эту и до конца месяца неделю а это судьба такая мы говорим о том что в целом погода какая то есть здесь вот надо это не значит что если солнце светит никто на земле не умирает например умирают и в хорошие прекрасные дни люди и в плохие дни либо заболевают как и рождаются люди в солнечные прекрасные дни и там когда гроза идет например то есть я сейчас описываю в принципе погода какая погода такая что народ предрасположен вести переговоры и исполнять их а выгодно это опять не выгодно это будет пользу принесет или убыток это уже говорит индивидуальный прогноз но в целом я хочу сказать что жизнь налаживается эта неделя очень прекрасная хочу сказать что вот эти дни уже понедельник он проходит вот вторник завтра шикарный день для чего сразу вот для чего с утра для переговоров до полдевятого если по московски говорить хороших переговоров вести и крупных кстати работать с заемными средствами либо корпоративными финансами вообще весь день хорошее для взаимоотношения налаживание с противоположным полом с детьми творческого раскрытия заняться здоровьем своим прекрасными причем делать надо так как луна в тельце не торопясь основательно фундаментально все среда хороший день до обеда до часу дня хорошо для вообще удачные дела делать поездки дальние общаться с людьми другой культуры а вот после часу дня я по московски время начинается период обмана заблуждений кстати и в это время кто работает на таро скажем карты врут как правило ну такой терминологии скажу то есть они кстати вот астрология когда работать с этим инструментом двадцать второго числа день ну в общем ночь скажем так то есть вторая половина двадцать первого и до полдесятого двадцать второго числа день такой кризисный ночью вообще опасность отравлений и ДТП даже не ДТП я бы сказал хотя там разворот Меркурия идет то есть у кого негативные показатели могут и быть дорожно-транспортные происшествия так что будьте бдительны о потере документов и вообще не нарушайте законы ночью где-то около двух часов ночи по московски потому что нарушение закона будет очень жестоко либо чрезмерно скажем сильно наказываться в это время ну а если говорить о соединенных штатах в частности наша территория то это мы отнимем время и те же самые законы двадцать первое число вечер получается да то есть у нас то есть это справедливо для всех регионов я бы сказал для жителей США 21 сентября весь день негативные негативные да ну да ну да 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 то есть этот позитив потому что уйдет часов восемь отнимаем то есть только благоприятное утро раннее утро а весь день находится под влиянием вот этих опасностей от пищевых алкогольных отравлений опасность на воде опасность быть обманутым вовлеченным там деструктивные какие-то секты и так далее вот и пятница день первая половина дня она такая для начинаний она не очень благоприятная там и луна без курса идет и вообще там как бы такое ну скажем так в районе полудня до до полпятого вечера а вечер благоприятен как раз как сейчас идет пойдет луна где будет делать тренинг нептуну как раз будет период для открытия тайн для водных процедур сходить куда-нибудь вот пятницу вечером сходить куда-нибудь в театр милое дело там все будет предрасполагать к этому луна в раке мы все такие чувственные сентиментальные такие все обидчивые женщины или кто-то раки все таки как бы предрасположены к семейным традициям то есть вот в кругу семьи кругу близких людей семьи сходить в какое-то вот такое где будет много нептуна позитивного оно то что надо а вот но пятницу не все так плохо в пятницу есть период с 7 утра до пол одиннадцатого утра прекрасное время для выгодных покупок дорогие дамы для похода к косметологу визажистам кем угодно там к этим всем кто делает красиво и очень хорошо я бы еще мужчинам рекомендовал именно в этих аспектах покупать цветы заметил что цветы купленные в периоды венеры ну во первых красивые на самом деле во вторых почему-то покупается всегда недорого потому что выгодные покупки свежие то есть нас там не обманывают и во вторых конечно женщинам они всегда нравятся потому что энергия идет венеры и мы в этот момент дарим цветок который тоже сигнифицируется венерой ну в общем происходит резонанс и достигается минимальными действиями максимальный результат если короче дорогие мужчины если вам надо как-то наладить отношения ну бывает всякое в жизни там на затмение что-то накосячили там значит рассказываю в пятницу с 7 утра до 10 утра ну так до пол 11 по московски подарите любимой женщине цветы все прости а я знаете что делаю я вообще рекомендую как бы знаете как вот рекомендовал Шрила Прабхупада посвящать действия не себе а высшему божеству и тогда кармическое термическое вы даря цветы жене на самом деле думаете о гостях или рахине да они кстати после этого они не вянут быстро после этого они какие-то долго живут ну по крайней мере неделю там и так далее то есть те которые срезанные а проверьте да это то что вот это кстати как раз гуна благости когда и не эгоизм не чувство выгоды а когда именно на все воля богов как говорится вот примите благословите и если это ну как бы сверху подписывают так принимаем все дар кстати вот в ведической астрологии там же есть целые ритуалы скажем так задаривание духов планет там ну там конечно на таком архаичном уровне костер там на него бананы всякие вешают там всякие плоды простите бананы на него не вешают я видел бананы приносить я присутствовал но да приносят да потому что фрукты сладости да 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 там эти вот такие да сомнения это действительно это действительно есть это действительно принято более того это необходимый ритуал да Андрей у меня к вам такой вопрос мы с вами обсуждали вы уезжайте насколько я знаю и мы в следующий раз как бы по расписанию уже не встречаемся у меня у меня же этот период я же периодически езжу читаю семинары сейчас я поеду в Томск в следующий понедельник у нас не получается программа да нет почему нормально я 25-го улетаю 26-го я смогу вот не смогу 3-го либо знаете что попробуем если я буду я буду в Томске не в Москве 3-го октября и если там у меня будет хороший интернет почему бы и не а нет у меня 3-го числа там уже консультации нет нет 3-го 3-го не будет не смогу понятно хорошо дорогие друзья обращаюсь уже к вам на сей раз мы беседуем напоминаю вот в данный момент с астрологом Андреем Бухариным и наши программы идут по понедельникам в 8-30 в 8 часов точнее по времени города Чикаго 8 утра это 16 часов дня в Москве все вопросы которые вы хотите нам задать вы можете задать на скайп сангейтс 1 0 8 это солнечный оборот на концовку с или же оставить свои комментарии и замечания на тройное W сангейтс radio.com сангейтс точка ком в ютюбе поскольку программа записывается и это в том числе она будет в ближайшее время выложена на ютюбе потом фейсбук и там вы можете задать свои вопросы и комментарии замечания третьего числа мы как выяснили не встречаемся с Андреем Бухариным а далее посмотрим десятого полагаю встречаемся да мы этот вопрос решим мы каким-то образом этот вопрос решим Андрей тогда что еще хочу сказать еще радиослушатели эта неделя благоприятна для очень ценных опять же по теме тельца покупок то есть они не то что ценные как скажем дорогие а как раз они выгодные именно в плане того что вещи долго работают и функционируют потому что сейчас солнце соединяется с юпитером вот эта неделя и следующая это раз в году такое бывает кстати выборы на эту тему у нас прошли сейчас выборы вот вчера в Минске где-то там выборы проходят то есть это кстати показано где астрологически явно все в Минске еще и проходят выборы проходят понятно не а я просто проходят и избираются как раз на таком аспекте благоприятном и поэтому соответствующий результат идет поэтому результат у нас да я знаю уже давно один и тот же результат нет я я был там я хочу сказать что там это действительно это отражение чай каждый народ достоин свой правитель на чем мы говорим люди желают того что желают то имеют мы как раз таки это не обсуждаем на самом деле действительно насколько я знаю я общаюсь с людьми я прожил там очень много лет в Минске идет все по нарастающим ну нету никаких там вообще-то говоря причин иначе бы уже давно если были причины уже давно бы ситуация изменилась сверху видно все и спихивать все на какие-то там властные структуры нет смысла так что да все нормально все люди живут ну как нормально в эпоху мирового кризиса скажем в период то есть как ну это уже не везде хорошо где нас нету это же мы знаем так что вот так то есть вот такая передача сегодня была позитивно хочу сказать что закончился период вот этого повышенной турбулентности начинается благоприятный период то есть вот этих так что формируйте свою жизнь планируйте новые дела рекомендую вот начинать уже после разворота меркурия 22 числа вот вы знаете у нас интересные у нас много есть очень известных и очень серьезных людей наших гостей которые выступают у нас на сангейт радио и это очень хорошо когда нету конфронтации между системы как мы знаем половина мира живет на западе половина мира живет на востоке соблюдает традиции здесь одни здесь другие соблюдают главное что надо уважать мнение традиции и народности и конфессии и любое мнение но имеет место быть и есть причины почему такой такой человек или такая страна или какая-то там даже религия она имеет свое мнение в частности у нас завтра будет программа очень интересная программа ну так сказать по плану эта программа тоже с астрологом в данном случае с ведическим астрологом которая проживает в Таиланде Анна Ласточкина милости просим кто хочет поприсутствовать время эфира 8.30 утра 16.30 по времени города москва мы желаем Андрею Бухарину мы желаем вам дорогие друзья всеобщего благоденствия нескончаемое да изобилие духовного роста и главное управлять субстанциями иньянь в материально-финансовой сфере сейчас тема сегодняшняя была да хорошо всего доброго до свидания до свидания всего хорошего о